Народ знакомый с Waves, что такое там токены, DEX, торговля. Окей, тогда вкратце пройдемся еще раз. Значит, Waves изначально был запущен как платформа для токенизации, соответственно, нативные ассеты, их можно выпускать, их можно перемещать. Дальше мы запустили децентрализованную биржу. Тоже там более-менее понятная история, если вы биржи им пользовались и работали с ними. И в 2017 году в конце мы уже занялись перформансами, оптимизациями и разработали протокол Waves NG. Ну это что-то похожее на Bitcoin NG, если вы напомнился таким термином. Вкратце, было в минуту 100 транзакций, стало в секунду сотни. То есть, ну довольно неплохо. И с этим мы приехали в год 2018. И, собственно, сейчас я уже подробно расскажу, чем мы занимались. И каких результатов достигли. Первое, наверное, важное, что мы сделали, это новый тип транзакций, масс-трансфер. Суть его в том, что он позволяет положить кучу маленьких трансферов, запихнуть в одну большую транзакцию. И вот я когда статистику выгребал, оказалось, что у нас на Майнете таких уже миллион, я думал, что будет сильно меньше. Оказалось, очень полезная штука, потому что, ну представьте, был бы не миллион нас трансферов, а 100 миллионов обычных. Это 100 миллионов проверок подписей, чтобы работало сильно медленнее, и стейт был бы сильно больше. Такая вот штучка маленькая оказалась очень востребована. А дальше мы заинтродюсили дата-транзакцию. Это такой способ положить данные в блокчейн, данные из реального мира в блокчейн. Это могут быть какие-то строки, числа, там, хэши, соли, неважно. Смысл, в принципе, всего этого в том, что он позволяет работать Oracle. Oracle – это такие маленькие программки, которые берут данные из реального мира и кладут их в блокчейн. Сам блокчейн в реальный мир сходить никогда не может, потому что, ну, иначе у него потом все разъедется, и ничего работать не будет. Поэтому данные могут быть только из блокчейна, и нужны сущности, которые будут эти данные в блокчейн класть. Не знаю, курсы, валют, там, погоду, какие-то данные прочие, которые нужны, там, для процессов. И вот дата-транзакции – это как раз тот механизм, который обеспечивает работу Oracle. Мы много работали на децентрализации в этом году, и две вещи хотелось бы особенно отметить. Первое – это мы улучшили наш профстейк-алгоритм таким образом, что теперь награда… То есть изначально профстейк-эшелак – майнеры получают награду пропорционально своему стейку. Вот эта формула, она чуть-чуть не так работала, и чем больше была стейка, тем больше было, больше слишком много токенов получали. Поэтому самый большой майнинг-пул перформил вместо 100% как 125, и получалось, что выгоднее лизить в большой пул, а не в маленький. И от этого все лизили в большой пул, вместо того, чтобы помогать, собственно, системе децентрализованно работать. Вот, мы это исправили, сейчас это выглядит картинка ровно. Дальше мы запустили комьюнити-лист программ, 5 миллионов фейс в лизинг был роздан, и она до сих пор работает. Если у вас есть нода, пишите Иналу Карданову, я так понимаю, он вам поможет. Вот, ну да, и собственно, каким это результатам привело, если год назад у нас было где-то 200 нод в сети онлайн, сейчас их порядка 350, и самый жирный пул, который был раньше, 42%, то есть 42% стейка было на одной ноде с учетом лизинга, сейчас 17, а какой-то неплохой результат. Дальше мы работаем над токенами, экспериментируем с различными механиками токенов, об этом еще тоже будет подробно. Например, мы сделали Asset Sponsorship, такой механизм, который позволяет совершать сети в транзакции Waze, не платя за это комиссию Waze. То есть можно просто пользоваться кошельком, переводить там токены, при этом вообще не думать ничего не о комиссиях. Комиссию будет платить майнеру спонсор этого токена. То есть один, то есть если вот в данной картинке Алиса переводит Бобу токен, Алиса будет платить в токенах спонсору, а спонсор уже будет платить настоящий Waze майнер. Очень много мы работали над смарт-контрактами, это, наверное, было и продолжает быть очень важной темой. Мы начали с такого маленького сабсета, смарт-аккаунты, что это очень похоже на расширенные замки на аккаунтах. То есть если вообще замок ключа нужен, он ключ требует. И по умолчанию аккаунт требовал подпись приватным ключом. Сейчас это можно механизм поменять. Например, требовать мультиподпись. Или там требовать каких-то данных из органа. Или дожидаться какой-то высоты, времени в блокчейне. Соответственно, такие вещи, вроде простые, но очень широко использующиеся, такие как мультисигнашер, 1-микс-лоп, они вот с этой функциональностью работают. Но, кроме того, если мы это с дата-транзакцией совместим, мы получим, в принципе, механизм для описания простых децентрализованных приложений. Когда есть какое-то начальное состояние системы, и этот аккаунт-лог либо разрешает, либо не разрешает это состояние менять, и получается, в общем, стоит машина. Первые приложения, наверное, уже работают, но некоторые из них вы увидите в будущем. Конечно, просто писать код здорово на коленке, но удобнее это делать в специальном инструменте. Вот мы разработали IDE, если у вас разработчики есть, я вот разработчик. Круто. В общем, можно писать код, там есть IntelliJ, есть консоль, все там подсказывается, работает, можно оттуда контракт деплоить. Очень удобно для разработки. Ну, по крайней мере, более удобно, чем если бы этого не было, это уж наверняка. Но, если вдруг вы не разработчик, то тоже не смертельно, потому что у нас такая штука называется Workflow Builder. Идея в том, что можно нарисовать какой-то workflow, бизнес-процесс, задать правила перехода, кто какие переходы может совершать, по каким условиям, и сгенерить контракт, если нажать там кнопку Open Contract или Deploy Contract. К сожалению, с демо было бы лучше, но тут ноутбука нет. Sorry. Окей. Мы зарелизили недавно SmartAsset, продолжая разговор про эксперименты с токенами. Идея очень похожа на смарт-аккаунты. Мы берем этот скрипт, навешиваем его на токен, и теперь этот скрипт контролирует, то есть разрешает или не разрешает все операции с этим токеном. Будь то трансфер, будь то ищу-реищу, можно, соответственно, токен зафризить, то есть он как-то по кошелькам лежит, он там зафризен становится. Можно сделать какой-то notary control трансфер, не знаю, как по-русски будет, но смысл в том, что можно сделать механизм, при котором транзакция токена возможна только при согласии какого-то дополнительного участника. Например, нотариус, если токен представляет какую-то легальную сущность. Так, и вот так, уже через две недели наступает 2019 год, и в нем нам тоже есть чего делать. Мы, конечно, будем развивать RAID на чрезвычайном программировании. Если вы разрабатывали смарт-контракты, то вам, наверное, будут знакомы такие слова, как callable, payable. Идея в том, чтобы довести RAID до более традиционной модели разработки, когда есть функции, состояние. Ну и, конечно же, мы хотим сохранить вот это благо, при котором не нужно использовать GAST, то есть все транзакции имеют fixed cost. Это уже в работе, и, соответственно, в 2019 году это будет mainnet. С токенами еще не все, как бы. Продолжаем работать, надо экспериментировать с ними. Есть такая идея, non-fungible token называется. Это когда все токены различимы между собой. То есть, если мы возьмем токены, не знаю, рублей, долларов, они все одинаковые между собой. Здесь каждый токен друг от друга отличен, но, тем не менее, их можно объединить в классы и наделить какими-то общими свойствами. Ну, например, игровые предметы, предметы искусства, неважно. То есть, то, что, если какая-то сущность имеется в реальном мире, ее можно представить уникальным образом на блокчейне. Вот non-fungible token хороший для этого механизм. Ну и, конечно, это работает на DEX и со всеми остальными инструментами, которые для токенов есть. Дальше мы также будем развивать смарт-контракты и мы хотим дать возможность писать на стандартных языках программирования такие, как C-Sharp или Java. Конечно, тут уже без газа мы никуда не денемся, но это на самом деле не так страшно, как кажется. Идея в C-Sharp и Java в том, что у этих языков очень большой комьюнити и есть уже очень много инструментов и хороших практик, как с ними работать. Поэтому, конечно, будет здорово, если разработчики смогут использовать уже существующие навыки и инструменты для того, чтобы писать смарт-контракты на Waze. в том, что у нас есть форуми. Спасибо за внимание. Теперь я хочу пригласить на сцену Татьяну Цугулеву, руководитель группы разработки сервисов и приложений. Татьяна. Спасибо большое. Спасибо, что пришли сегодня, что выбрали посетить наш годовой метап, а не стоять в пробке за подарками и елками. Это вы еще успеете. Сегодня я вам хочу рассказать о том, чем занималась наша замечательная команда целый год, и мы немножко с вами заглянем в будущее. Прежде всего хочу вернуться к истокам. Если вы с самого начала читали white paper, то вы в курсе, что нашей основной миссией всегда была децентрализация. Мы говорили о том, что будущее за децентрализацией, но в то же время мы выделяли несколько основных направлений, которые мы будем параллельно развивать. Конечно, мы всегда заявляли о том, что будем развивать нашу фундаментальную, нашу основу, инфраструктуру, это блокчейн, следить за развитием сети, за ее безопасностью, масштабированностью и все, что с этим связано. И параллельно мы, конечно, будем давать решения, которые рынок может использовать уже сейчас. Поэтому хочу особенно подчеркнуть, что рынок меняется, все меняется, наши основные цели никогда не меняются. Мы за то, что будущее за децентрализацией. Если вы следите также за рынком, вы в курсе, что многие компании обещают построить свои новые ДЕКСы собственные и первые результаты показать в следующем году. Но у нас уже сейчас есть один из лучших ДЕКСов на рынке. И в этом году мы его полностью переработали. Конечно, это только первый шаг. Мы также полностью переработали кошелек. Мы добавили огромное количество фич, как крупных, таких как выставление в счеты, поддержка масс-трансфера. То, о чем говорил Илья, вот те сложные технологии, они остались под капотом. А для вас появилась возможность просто с простым UI отправить быстро многим пользователям транзакцию. Точно так же я спонсор транзакций. Алисы, Богу, все это очень сложно, но для вас это просто удобная возможность выбрать и платить комиссию в другом токене, не обязательно в Waves. Кроме того, мы добавили поддержку Ledger. Это тоже был очень важный большой шаг. Мы очень много работали с самой командой Ledger, за что им тоже спасибо. В сентябре у нас было очень много разных событий. Ребята из бэкэнда заанонсили скрипт-аккаунты на Мейнет, и наш клиент вышел из беты. В это же время мы наблюдаем рост транзакций в сети. Мне кажется, что это неплохой знак о том, что мы движемся в верном направлении. Статистика показывает, что уже сейчас количество мобильных девайсов в глобальном интернет-трафике превышает больше половины. Конечно, мы не можем оставить это без внимания, и особое внимание мы уделяем нашим мобильным приложениям. Мы собрали отличную команду за этот год, которая в будущем будет вам поставлять очень интересные и новые фичи. Мы слышим ваши сообщения, читаем про то, чего вам не хватает, такое, как вес в портфолио, цена в силу в портфолио. Мы уже работаем над новым API, который позволит вам в ближайшем будущем это все вам предоставить. Анонс мобильных приложений не остался незамеченным. Вы очень хорошо на него отреагировали, и в целом комьюнити очень активно принимало участие и в это тестирование, и сейчас активно используют. Мы наблюдаем рост использования наших мобильных приложений в 7 раз для андроида и в 4 раза для iOS. Для нас всегда очень важным была комьюнити-разработчика. Но в этом году мы особенно продвинулись в направлении работы с ними. Мы сделали отдельный департамент, который работает с разработчиками. Мы разработали первую версию API. Мы разработали новые API и продолжаем работать над ними. Но самое важное, я считаю, один из важнейших продуктов для развития экосистемы приложений на ВАЗе ВАЗе является ВАЗе Кипер. Играет музыка. Это браузерное расширение, которое позволяет вам очень просто хранить свои ключи и подписывать транзакции. С одной стороны, это позволяет вам использовать не только наше официальное приложение, но и приложение, которое разрабатывает комьюнити. С другой стороны, это продукт, который дает возможности разным проектам из комьюнити на базе нашей инфраструктуры делать свои продукты и получать непосредственно доступ к вейс-сообществу. Поэтому в следующем году мы будем продолжать развивать этот продукт и также мы будем смотреть в сторону гипера для мобильных устройств. Что еще мы будем делать в следующем году? Конечно, как мы много с вами обсуждали, мы на всех наших продуктах реализуем toy-free. Также для связи реального мира с виртуальным необходимо такой инструмент, как Oracle. Но поскольку мы всегда за удобство, то мы будем разрабатывать не только протоколы, но и удобные инструменты для того, чтобы в эти протоколы записывать данные. Также мы будем работать дальше в нашем EPE, мы будем продолжать его развивать, но самое важное, мы предоставим платформу, которая будет основана на официальных и комьюнити-бейст-виджетах, которая позволит очень просто вам собрать приложение очень быстро. Это может быть портфолио, где просто отображается график и токен какой-то. Это может быть кастомизированный кошелек, о котором вы очень много нас просили, с возможностью ввода-вывода. Это может быть голосование, ориентированное под ваши потребности. И когда количество виджетов наберется в сторе огромное, ну, большое количество, вы сможете собирать из этих виджетов такие сложные продукты, как, например, DEX. Это важный шаг в развитии нашей платформы и экосистемы, потому что мы также, кроме платформы, дадим вам удобные UI-тулы, которые упростят максимально работу с инфраструктурой вейс-блокчейме. Поэтому в следующем году вы увидите очень много интересного. Если вы помните первый iPhone, то в нем было очень мало приложений, потому что все приложения, которые были в нем созданы, были разработаны непосредственно командой Apple. Со следующими версиями и становилось все больше и больше. Именно потому, что Apple дал инструмент для быстрого создания приложений. Вот именно это мы и сделаем в 2019 году. Спасибо. Дальше я хочу... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...